Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Динер. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Шестое по счету, но возможно не последнее. Сегодня в Барнауле состоялось очередное заседание по делу обвиняемой в экстремизме Марии Матузной о неожиданном повороте в истории. Далее в выпуске. С начала года в Крае смотрели больше 7 тысяч пациентов, чтобы предотвратить туберкулез и онкологию. Врачи выявили больше 600 патологий. Как пройти профилактику в любой точке Края, расскажем далее. Отстрелялся. Сергей Каменский поставил победную точку в сезоне. Сегодня суд отказал Марии Матузной, обвиняемой в экстремизме, в прекращении уголовного дела. Он постановил вернуть дело в прокуратуру на дополнительное рассмотрение. Почему такой итог заседания подсудимой считает маленькой, но победой, в сюжете Ильи Кочеткова. Мария признается, последние дни она провела в ожидании того, что суд встанет на ее сторону и дело прекратят за малозначительностью. На прошлом заседании защита суд об этом просила, опираясь на принятое Верховным судом России постановление. Оно рекомендует принимать во внимание разные факторы, в том числе имел ли подсудимый преступный умысел. Но после двухнедельного перерыва прокуратура осталась непреклонна и высказалась против прекращения дела, объяснив это нарушением установленного порядка. Сторона защиты фактически перепрыгнула из стадии судебного следствия в стадию утепрения. Исходя из того, что нарушен был принцип стадийности, полагаю, нет процессуальной возможности для утепрения данного ходатайства. Суд с обвинением согласился и в прекращении дела отказал. Тогда защита попросила о другом вернуть дело на дополнительное рассмотрение в прокуратуру. Апеллировали снова к постановлению Верховного суда и к тому, что в обвинительном заключении не рассмотрели немало чрезвычайно важных факторов. Пользовательскую аудиторию подзащитной в социальной сети, опять же данные о ее личности, о приверженности радикальной идеологии. Суд назначает перерыв больше двух часов и, наконец, вердикт. По сути, он подтверждает то, о чем говорила защита. Доказательств вины Матузной предоставлено недостаточно. Дела возвращают в прокуратуру на доработку. Мария не скрывает радости. В ходе этой доработки они могут решить, что там нет никакого преступления в связи с новым пленумом и законопроектом от Путина. И в связи с этим могут, в принципе, дело закрыть в прокуратуре и никаких проблем у меня уже не будет. Впрочем, сторона защиты не исключает и другой вариант. В ходе до расследования дела могут из уголовного перевести в административное. А это для его клиентки лучше лишь на первый взгляд. Это уже не реабилитирующие обстоятельства. И, соответственно, получается, что правоохранители, суды, прокуратура, то есть они, получается, герои у нас. А если взять на самом деле, то для Марии ничего не меняется. Она остается экстремисткой. Вероятнее всего, защита решения суда обжалуют. До рассмотрения дела прокуратуры займет не менее месяца. После чего станет известно, вернется ли дело в суд. Между тем, Мария призналась журналистам, что ее историей заинтересовался федеральный телеканал христианской направленности «Спас». Девушку пригласили на передачу «Разговор с атеистом». Мария надеется, что ради поездки ей временно отменят подписку о невыезде. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. К другим темам. 3,5 тысячи вагонов алтайского зерна отправлено на экспорт. По данным Краевого управления Россельхознадзора, это практически в два раза больше, чем в прошлом году. Растет и число стран, которые готовы закупать нашу гречиху, рапс, сою, семена льна, овес, пшеницу и подсолнечник. При этом качество зерна соответствует всем показателям и требованиям данных государств. Если же выявлено несоответствие, к примеру, по количеству пестицидов, то партию зерна возвращают на доработку и лишь затем вагоны уходят на экспорт. Мы отправляем не только сырье и зерно, но мы отгружаем очень много еще и продукции переработки зерна. Это крупы отгружаем очень много и также количество крупы отгруженной растет. Отгружаем комбикорма, произведенные именно в Алтайском крае. Если сравнивать с периодом тем же 2017 года, то нами было проинспектировано свыше 40 тысяч тонн крупы. В этом году, на этот же период, мы проконтролировали уже свыше 87. Почти в два раза, чуть больше двух раз. Это, безусловно, важный шаг к тому, чтобы на элеваторах края не копилась произведенная на Алтае продукция, отмечают в Россельхознадзоре. Кстати, наши крупы и комбикорма с недавних пор с удовольствием закупают не только представители ближнего зарубежья, но и чехи, американцы и даже японцы. Как поднять село с учетом того, что в среднем зарплата в деревнях на 30% меньше, чем в городе? Нет инфраструктуры, а молодые люди стремятся уехать с малой родины. Эти вопросы сегодня подняли на круглом столе в АКЗС. Каким образом чиновники собираются поднимать село с колен и развивать регион в сюжете Ирины Корчагиной. 647 поселений в Алтайском крае и столько же проблем с ними. Как развивать село, сегодня пытались решить депутаты Совета Федерации, местные чиновники, аграрии, представители культуры, образования и здравоохранения. У нас почти половина таких регионов, в общем-то, уже не сохранилось. У нас почти половина населения живет в сельской местности. Поэтому развитие сельских территорий для нас очень актуально. Для этого банально должны быть условия для жизни. Федеральные чиновники пообещали взять на заметку проблему газификации домов и вопрос с обеспечением жилья в регионе. На круглом столе затронули еще одну болезненную тему для деревень. Закрытие больниц, домов культуры и школ. Мы тоже в своем опыте убедились, что этого делать не в конечном случае нельзя. Закрывается школа через несколько, буквально год-два и населенный пункт уже сразу сдувается. Каждый год алтайские села покидают в среднем 15 тысяч человек. Настоящий бич, соглашаются чиновники, утечка молодых специалистов. Но в то же время, по мнению депутатов, неплохо было бы лишить выпускников медуниверситетов миллиона рублей на жилье и просто распределять после вуза. Как это было в советское время. Такая мысль вызвала заметное оживление в зале. По словам чиновников, молодых врачей развратили деньгами. В село надо ехать за романтикой. Но пока романтика не является мотивацией даже для низкоквалифицированных кадров. В Крутихинском районе пастухов нанимают из Тольменского района. Но у нас некому пасти, потому что народа-то уже нет. На заседании сошлись во мнении, что развитие региона за сельским хозяйством. Ведь именно оно определяет экономику в крае. В этом году на Алтае собрали около 5 миллионов тонн зерна. И это в тяжелых погодных условиях и режиме ЧСП-пассивной. Дадут ли свои плоды размышления чиновников, решится ли хотя бы одна из перечисленных проблем, покажет время. Ирина Корчагина, Николай Шилко. Наши новости. Сельхозпредприятию «Орбита», которое летом обрабатывало химикатами поля в Кытмановском районе, скорее всего придется выплачивать ущерб жителям за гибель коров. В июле своих кормилец потеряли три семьи села Сосновый Лог. Коровы погибли после того, как выпили воду из лужи по соседству с обработанными полями. По словам главы района, местный отдел полиции завершил расследование дела, в ходе которого провели исследование грунта и почвы на том месте, где были лужи. Доказано многократное превышение здесь ядовитых веществ. Вина землепользователей на этом участке усматривается. У них очень осторожное выражение. Я говорю, доказано. Они говорят, нет усматриваются, доказывать будет суд. Нет состава уголовного дела, не нашли, нет. Но административное дело будет. Будет штраф и требование о восстановлении ущерба. Об итогах расследования уже уведомили жители, потерявших рогатый скот и сельхозпредприятия «Орбита». Правда, чтобы одним дождаться выплат, а другим найти на них средства в своем бюджете, необходимо судебное решение. У каждого 60-го в Алтайском крае подозревают онкологию, у каждого 20-го – туберкулез. Такие данные можно привести по итогам работы мобильного флюорографа, передвижного кабинета, который по очереди объезжает районы края. Сегодня выездная лаборатория принимала жителей Зато-Сибирский. На работу через врачебный кабинет. Раз в год Иван Шульгин посещает вот такую мобильную лабораторию. Она приезжает прямо к предприятию. Так быстро и удобно мужчина получает один из самых важных показателей своего здоровья – флюорографический снимок. Глубоко вдохнуть, не дышать. Дышать. Моя работа – за компьютер отвечать, поэтому сильно нет таких рисков. Вы все равно волнуетесь, когда сюда приходите? Да, конечно, не дай бог, вдруг что-нибудь найдут. Повод для переживаний не оправдался. Но так везет не всем. Это здоровые легкие? Патология тут есть. Если есть какое-нибудь дополнительное пятно, в которое вводится сомнение, при произведении снимка видно будет. То есть нужно это действительно на что-то уточнять внимание, либо нет. Туберкулез на снимке выглядит как маленькие уплотнения. Чем их больше, тем запущеннее состояние. Онкология с виду скорее пятно. И также, чем больше в размерах, тем болезнь опаснее. Флюорограф позволяет фиксировать мельчайшие изменения структуры. Это значит, заболевания находят на ранней стадии. А передвижной аппарат делает доступным осмотр для жителей отдаленных сел. Мобильный флюорограф объезжает районы края, по заявке выезжает и на предприятия. Такая возможность появилась полтора года назад. И себя она уже оправдала. Нами осмотрено, еще раз повторю, более 7 тысяч человек. Выявлено у нас патология более 600. 112 выявлено онкозаболеванием. И порядка 300 туберкулезы. И поверьте, эти пациенты не знали о том, что у них есть данная патология. Мобильный флюорограф лишь демонстрирует, что нужно пройти дополнительное обследование. А общая статистика по краю с начала года такова. Почти 700 подтвержденных диагнозов туберкулез и почти 200 онкология. При этом у мужчин рак легких заболевание лидер по распространенности. Анастасия Драган, Алексей Фризин. Наши новости. Разные надзорные ведомства не знали о работе кальянной на территории Барнаульского детского парка аттракционов. Это стало понятно из письменных ответов нашему телеканалу. При этом административные структуры ничего не предъявили курительному заведению. После сообщения о нем в СМИ кальянная в спешном порядке закрылась. Впрочем, позже выяснилось, что заведение имеет еще одну точку в городе. Продолжит тему Валентина Аскерова. Прокурорская проверка инициированная. По нашей просьбе ни к чему не привела. Кальянная закрылась очень быстро. Кальянной на территории парка не установлено. В связи с изложенным оснований для принятия мер прокурорского реагирования по результатам проверки не имеется. Роспотребнадзор говорит, что уже нельзя доказать и то, что в Кальянной, рядом с которой играли дети, курили именно табак. А только в этом случае по федеральному закону индивидуальному предпринимателю могло грозить наказание. Штраф от 30 до 40 тысяч рублей. Впрочем, история имеет свое продолжение. Стало известно, что сейчас Кальянная работает в другой части города. По словам сотрудника Кальяны, он за барной стойкой впервые контактов к руководству не знает и даже в лицо директора прежде не видал. Но молодой человек не признает, что возле колеса обозрения работало именно их заведение. Хотя на официальном паблике компании, которая находится на Лазурной 35, есть ролик о летней Кальяны в детском парке аттракционов. Ваша социальная сеть? Вот колесо обозрения. То есть вы не можете подтвердить, что это то самое заведение? Я не знаю, я не сказал, что никакой информации я давать не буду. После нашего визита админы ограничили доступ в группу. Информация о Кальяне, рекламный ролик летней веранды, который еще совсем недавно был в свободном доступе, теперь за семью печатями. Это ваше помещение? Не наше помещение. Вы арендуете его? Или не арендуете, или ваше? Уголок потребителя оказался красноречивее. Книга проверок предпринимателя, справочник отзывов и предложений. Ничего не заполнено без печати и подписей. А лицензия на продажу алкоголя просрочена почти на год. Кстати, на лицензии указано наименование юридического лица, кому она выдана. Звоним директору Алифановой Анастасии. Мы снимали в аренду. Мы не снимаем в аренду лицензия, поэтому адресу аннулировано. Может быть, они сделали ксерокопию со старой лицензией, ее туда вложили. Лицензии там нету, точка нерабочая. Они занимаются какой-то самодеятельностью. Кому принадлежит заведение, в итоге так и не ясно. С парка аттракционов оно съехало, детям ничего не грозит. Но нет гарантии, что посещая кальянную в индустриальном районе, безопасности взрослые. Лицензия просрочена, имя предпринимателя не указано, а сотрудники не имеют даже санитарной книжки. Кто понесет ответственность, если, к примеру, случится пожар или другое ЧП? Мы надеемся, что надзорные органы все же обратят свое внимание на подобные заведения и примут соответствующие меры. Валентина Аскерова, Николай Шелко. Наши новости. Отстрелялся. Сергей Каменский сегодня подвел итоги сезона. В этом году стрелок собрал целую россыпь медалей различного достоинства. Не так давно ему покорилась вся планета. Бейчанин оформил золотой дубль чемпионата мира, а также взял серебряную медаль первенства. Организацией этого турнира в Южной Корее Каменский остался доволен. Говорит, все прошло на высшем уровне. Покорилась в 2018-м Сергею и Европа, а также несколько этапов Кубка мира. Главная цель по-прежнему одна – медали Олимпийских игр. Отдельно Сергей во время пресс-конференции рассказал про свой арсенал. Винтовки изготовлены в Германии. С этой фирмой у него подписан договор. Правда, спортсмен старается их постоянно совершенствовать. Признался, что из боевого оружия ему доводилось стрелять. Причем также метко. Я занимал призовые места на чемпионате России по штатному оружию. То есть я стрелял с автомата. Когда учился в военном институте, приходилось выступать за Сибирско-федеральный военный округ. Вооруженка. Да, мы ездили на соревнования по военной программе. Я выступал, и медальки у меня имеются. И в завершение выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае преимущественно облачно, но без осадков. Плюс 14 днем ожидается в Заринске около 16 градусов тепла в Бийске, Зминогорске и Рубцовске. В Барнауле ночью ясные до плюс 6, днем 15 градусов выше ноля, без осадков и юго-западный умеренный ветер. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Всего вам самого доброго и до встречи.